14 команд, 200 участников, им в несколько раз больше зрителей. На стадионе «Локомотив» прошел финал спорта-киада на призы областного главка. В соревнованиях участвовали воспитанники детских домов и интернатов. Подробности у Ольги Павловской. Сначала знакомство. Полицейские рассказывают детям о своей службе, да и не только рассказывают, но и демонстрируют навыки и оружие. Все экспонаты этой выставки – настоящие боеприпасы, изъятые из незаконного оборота. А это уже выступления специального отряда полиции. Сотрудники в масках, их лица показывать нельзя. Им не раз приходилось участвовать в боевых действиях. Примерно так проходит задержание опасных преступников. Нередко все заканчивается стрельбой. Поступление отряда явно понравилось детям. Пули разобрали на сувениры в считанные секунды. Здесь 200 лучших участников уже прошли отбор на местном уровне. Организаторы уверены, за этими детьми спортивное будущее региона. Если вы обратили внимание, то, что ребята у нас находятся в спортивной форме, это говорит о том, что правительство Самарской области, оно действительно уделяет большое внимание тому, чтобы воспитанники детских домов и школ, интернатов, особенно коррекционных, то есть это ребята с ослабленным зрением, с ослабленным слухом, чтобы они все-таки уделяли внимание, должное спортивному своему образованию. Помогать детским домам и интернатам силовиков призвал главный полицейский страны. Владимир Колокольцев сказал взять шефство. Самарские сотрудники решили визитами в учреждения не ограничиваться и такой турнир сделать традиционным. Будем расширять четыре вида спорта, их может быть больше видов спорта. Но это как бы одна из ступенек. Я так думаю, что люди, когда они вместе сдружатся, у них, в общем-то, у нас получится неформальное вот это шефство. Задач несколько – наставить на путь истинный, показать, что полицейский не враг и сама по себе эта профессия неплоха. После турнира несколько участников захотели пойти в правоохранительные органы. Хотелось бы. Вот кем хотели бы быть? На Думамонах. Почему? Ну они лучше как-то, ничего очень. Ольга Павловская, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok